напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так сколько лет должен был отработать по распределению выпускник института в ссср а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в ссср выпускник был обязан отработать по распределению 3 года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию работающий по распределению имел особый юридический статус молодого специалиста такого работника нельзя было уволить без специального разрешения министерства в каком году в ссср появились первые детские ясли в советском союзе детские ясли относились государственной системе здравоохранения и появились в 1937 году с целью облегчить положение работающих женщин которые после декретного отпуска возвращались на службу или производство в каком году в новочеркасске произошло восстание рабочих электровозостроительного завода 1 2 июня 1962 года в ростовской области случилась забастовка рабочих новочеркасского электровозостроительного завода главное требование повышение зарплаты выступление было подавлено силами армии кгб ссср по официальным данным частично рассекреченным только в конце 1980-х годов при разгоне демонстрации было убито 26 человек еще 87 человек получили ранения семерым из зачинщиков забастовки были вынесены смертные приговоры как в советское время в народе прозвали модную новинку дутые сапоги сапоги из цветной нейлоновой ткани на полиуретановой подошве впервые были созданы в 1970 году итальянской компанией техника групп производящий спортивную обувь и одежду попав в ссср к концу 1970-х годов они произвели фурор и стали для советского человека 1980-х годов новым предметом вожделения и престижа задутыми нейлоновыми сапогами прозванными луноходами охотились покупая а точнее доставая их через спекулянтов по мнению самуила маршака девочки сделаны из конфет и пирожных и сластей всевозможных а из чего сделаны мальчики строка из стихотворения самуила маршака о мальчиках и девочках 1968 года из чего только сделаны мальчики из чего только сделаны мальчики из улиток ракушек и зеленых лягушек вот из чего сделаны мальчики в каком советском фильме впервые прозвучала песня сердце тебе не хочется покоя веселые ребята первая музыкальная кинокомедия снятая в 1934 году в ссср первые серии музыкальных комедий режиссера григория александрова и композитора исаака дунаевского композиция сердца была написана еще до фильма как самостоятельная песня для леонида утесова но особую популярность приобрела именно после веселых ребят какой советский артист цирка выступал под сценическим псевдонимом карандаш карандаш настоящее имя михаил николаевич румянцев советский артист цирка клоун киноактер один из родоначальников отечественной клоунады каким советским орденом был награжден президент сша дуайт эйзенхауэр 5 июня 1945 года генерал армии сша дуайт эйзенхауэр стал кавалером советского ордена победа за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба в результате которых была достигнута победа над фашистской германией говорит и показывает москва у микрофона какой советский спортивный комментатор начинал свою работу с этих слов говорит и показывает москва у микрофона николай озеров николай николаевич озеров пожалуй самый популярный советский комментатор оставшийся в памяти миллионов поклонников футбола и хоккея своими неизгладимыми фразами в течение какого периода советские войска находились в афганистане 12 декабря 1979 года на заседании политбюро цк кпсс было принято решение о вводе войск в афганистан военное присутствие продолжалось 9 лет один месяц и 19 дней окончательно советские войска из афганистана были выведены 15 февраля 1989 года а кто был председатель клуба веселых человечков идея объединить героев разных произведений в суперкоманду очень типично для комиксов в клуб веселых человечков входило 8 персонажей большинство из которых были известны задолго до создания журнала лидером всей группы и председателем клуба веселых человечков был карандаш самый главный в компании веселых человечков он умница эрудит талантливый живописец его любят и уважают за доброту обширные познания и отличное чувство юмора его придумал очень известный художник основатель журнала веселые картинки иван семенов в какие цвета раскрашивали милицейские автомобили в ссср в каждой стране над цветовой схемой автомобилей спецслужб скорая пожарная полиция работают лучшие умы промышленного дизайна однако одной из первых стран которая раскрасила свой спец транспорт строго по науке был именно советский союз разработка единого и узнаваемого стиля заняла несколько лет всесоюзный стандарт был готов к середине семидесятых скорая строго белая с красной ливреей пожарная наоборот красная с белой а милицейский транспорт в том числе мотоциклы желтый основной с синим дополнительным цветом что можно сделать с помощью этого приспособления советских времен это своеобразные ножницы из алюминия для приготовления фрикаделек только на концах две полусферы советские хозяйки использовали это приспособление для приготовления ровных фрикаделек и тефтелек кто такие шкрабы в 20-е годы 20 века шкрабами в ссср называли учителей шкраб это сокращение от школьный работник мало того что учителей презрительно называли шкрабами так еще и зарплаты у них были одними из самых низких в стране через какое озеро проходила дорога жизни в блокадный ленинград дорога жизни во время великой отечественной войны единственная транспортная магистраль через ладожское озеро в периоды навигации по воде зимой по льду связывала с 12 сентября 1941 года по март 1943 года блокадный ленинград со страной сколько в парикмахерских советского союза стоила простая мужская стрижка цены на парикмахерские услуги в ссср устанавливались государством простая мужская стрижка 18 копеек бокс и полубокс 22 копейки на гало 10 копеек самая дорогая стрижка канатка 40 копеек а как расшифровывается имя для ребенка советского времени по фистал советском союзе детям было модно давать самые невообразимые имена так советское имя по фистал расшифровывается как победитель фашизма иосиф сталин какое денежное вознаграждение получали лауреаты ленинской премии после 1961 года ленинская премия являлась высшей формой поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки техники литературы искусства и архитектуры лауреатом ленинской премии полагались диплом золотая нагрудная медаль и денежная премия поначалу 100 тысяч а после динаминации 1961 года 10 тысяч рублей какой город стал третьим в советском союзе обладателем метрополитена а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в ссср было принято что каждый город миллионер должен был иметь метро хиевский метрополитен открытый 6 ноября 1960 года стал третьим по счету в ссср после московского и ленинградского а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест